Другим вестям. Развязка с выходом на улицу Академика Павлова на стадии разработки и входа в национальный проект безопасной и качественной автомобильной дороги на 2024 год. Большая программа развития транспортной инфраструктуры даст новый толчок местным компаниям. Сейчас там расширяется предприятие по производству гофрокартона. О его планах Марина Тимофеева. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Каждый ящик, каждый лист, который выходит с оффро-ариата, либо с линии проработки, он отправляется в лабораторию. В лабораторию эти все показания на сжатие, на толщину, на влажность. Производство одного из лидеров российского рынка стало частью Ульяновской области в прошлом году. Время расширяться. Для хранения сырья и готового продукта возводят новые помещения. Мы планируем расширить парк оборудований и объемы производимой продукции. Это необходимые условия для стабильного производства и реализации. Мы, в принципе, идем по плану и планируем оставаться в тех же заявленных цифрах. Компания готова к новым экономическим условиям. Отечественное сырье сдерживает цену готового продукта. Логистика не нарушена. По плану выйти наоборот в 190 миллионов квадратных метров продукции в год. Работу получат 250 ульяновцев. Продукция, в принципе, темповая, востребованная. Все предприятия, которые какую-либо продукцию выпускают, они так или иначе нуждаются в упаковке. И в этом ключе, конечно, именно продукция арбума, она просто незаменима. Тем более она экологична. Это не пластик. Параллельно с расширением компании развитие получит и прилегающий микрорайон «Арсенал». Это строительство в будущем развязки, которое будет решать проблемы не только этого предприятия, но и в целом микрорайона по выезду на Димитровградское шоссе. Ульяновская область по-прежнему остается привлекательной территорией для инвесторов. Сейчас ведутся переговоры с компанией по производству автокомпонентов и другими предприятиями. Марина Тимофеева, Александр Рассохин. Вести. Ульяновск.